Я приветствую зрителей 9 канала. У нас сегодня премьера. Премьера не новой программы. Не новой, потому что несколько лет она была в эфире одного из Днепропетровских каналов. Программа эта называется «Доживем до понедельника». Собственно, у нее есть своя аудитория. Вот решили мы таким образом и эту аудиторию порадовать, и, возможно, новую привлечь. Выходим мы в эфир в частично новом составе. Собственно, новый он только в моем лице. И, в общем-то, в составе программы многие зрители увидели несколько других людей. Не буду называть кого. Возможно, коллеги мои потом назовут. И, в общем, на этом месте сегодня я. Меня зовут Елена Кальянова. И рядом со мной двое других участников этой программы. Собственно, они являются изобретателями, городские обыватели Евгений Гендин и Григорий Гельфер. Разносчики программы. Добрый вечер, коллеги. По каналам. Добрый вечер. Я думаю, что несколько слов о формате программы вы все-таки скажете. Ну, я все-таки хочу сказать несколько слов о том, одном из Днепропетровских каналов, а это именно 11 канал. Я хочу просто выразить слова благодарности и Борю Васильеву, и Сергею Педышенко. Ну, за те 4 года, которые мы делали эту программу. Мы спорили, ругались там. Ну, в общем, мы нравились многим зрителям. И просто вот так сложилась судьба, что мы с 11 футбольной терминологии, говорю, попали в девятку. Ну, это, в общем-то... Ну, не самый плохой вариант. Да, не самый плохой вариант. Да, с 11 в девятку, главное, не быть шестерками. Вот, я думаю, что мы им не были и не будем. Значит, я напомню немножечко, и мы начнем, приступим, что мы только притираемся. Но я, например, с Леной с удовольствием буду притираться. Так что не придирайтесь в тот момент, когда мы притираемся. Вот, мы будем долго и много, и эффективно притираться. Я хочу напомнить... Я думаю, что придираться... Да, я хочу напомнить, что вот Лена телеведущая, тележурналист, а с меня и Гаррика Гельфера взятки гладкие, спрос не будет. Мы не тележурналисты, мы не эксперты, не политологи. Мы просто здесь живем. Мы как бы обыватели. Приходят, да, но при этом мы не клоуны, что там, которые новости рассказывают под гармошку. Мы обязательно должны шутить. Нет, этого не будет. Мы такие, как мы есть. Напомню сразу же, что у нас есть страница в Фейсбуке. Уже новая страница. Вот, я надеюсь, адрес выведут. Где во время эфира и в течение недели, мы же в прямом эфире, можно писать пожелания, задавать вопросы. Мы постараемся на них ответить на вот эти вопросы. И, кстати, вопросы уже появились. Страница только сутки как создана. Вот тут желают многие уже удачи, желают успеха. Сергей Падалкин, Гарик написал. Человек, который с канала, по каналу за нами ходит. Желает тоже удачи. Пишет, что интересны мнения думающих людей. Ну, это он меня имеет в виду, наверное. Ну, конечно. О кого еще? Ну, он уже наезжает. Он пишет, по-прежнему всего лишь полчаса. Дайте два по 45. Где подписать петицию руководству 9-го категория? Ну, и пишет, запустите студию сначала кошку. Ну, все, поехали. Я думаю, что можно... Я еще просто скажу нашим телезрителям, что мы с Леной на «ты» в эфире. Ну, мы чувствуем себя моложе. Мы уже не только в эфире. Да, конечно, конечно. Ну, не только в эфире. Хватит о личном вашем. Давайте уже... Я думаю, что, наверное, ну, если говорить о событиях, которые произошли в Днепропетровске вот за этот период. А, Леночка, да. Давайте, я закончу эту часть представления. У нас еще, кроме страницы в Фейсбуке, работает прямой телефон. Серьезно? Постоянные зрители 9-го канала его наверняка знают. 370-3101. Возможно, у вас какая-то интересная информация уже есть или появится в течение эфира. Вы можете нам ее сообщить. Интересная, ну, та, которая не прозвучит во время эфира, возможно, к концу. Или вы уж совсем уверены, что эта информация полезна и интересна. Если они еще звонить будут, мы вообще ничего не успеем. Он уже 4 минуты прошел. Мы только тут друг перед другом и перед зрителями. Вот я предлагаю начать все-таки с события дня. Главного события сегодняшнего дня. Вот как бы кто не скептицировал по этому поводу, сегодня опять Новый год. Новый год по китайскому календарю. Несколько, много лет назад он уже ворвался в нашу жизнь. Ну, собственно, на мой взгляд, ничего, кроме оглашения названия животного. Это не китайская подделка, это реальный Новый год. Я думаю, что да, там мудрые люди в Китае, они знают об этом. Это кого год обезьяны? Сейчас наступает год обезьяны, поэтому для кошки у нас просто не остается ни места, ни времени. Была коза. Я думаю, что к середине года все забывают, чей это год, но в начале они все очень хорошо помнят. Попробуйте в июле вспомнить, вот чей сейчас год. Или там в августе, да, например. Тем не менее, сейчас наступил год обезьяны, огненные обезьяны. Я сегодня в красной кофточке. Вот китайский гороскоп обещает, что по внутренней энергетике вот этот год будет очень таким стремительным. Такой поток людей постоянный, событий, эмоций. Надеемся, он будет положительный, правда? Хотелось бы, во всяком случае, верить. Ну, и станем людьми все-таки год обезьяны. Да, да. Но для этого руки палку надо взять, чтобы стать человеком. Еще хочу сказать, что это очень хорошая примета, начинать что-нибудь новое в год обезьяны, в начале года обезьяны. Поэтому, опять-таки, хорошая примета. То есть, вообще, мы, слушай, так круто вышли. Круто вышли. У меня здесь написано перебивочек. Сейчас я должна сказать коронную фразу. Мы должны все-таки вот как-то посмотреть, увидеть это в конце года, в середине года. В общем, посмотрим, доживем до понедельника. Ну, и, собственно говоря, это был сигнал. И давайте дальше переходим уже к событиям. Первое событие, которое взбудоражило весь наш город, это падение памятника Григорию Ивановичу Петровскому, которое составилось не так давно. Значит, он, как писал Бродский, к равнодушной отчизне, преподая щекой. Он упал прямо щекой, значит, вот на вот эту вот площадь, где все время стоял. Ну, на самом деле, событие, ну, о котором можно много говорить, очень много можно спорить, мне попалась на глаза, ну, заметочка Оксаны Забушка, это такая украинская, в свое время модная писательница. Украинская. Украинская. Ну, она, да, ой, только бы она меня не слышала, конечно, украинская. Вот, и она там, в общем, анализирует Донецк и Днепропетровск, вот как два города, доделает выводы, что она всегда считала, что Днепропетровск именно более совковый город, потому что он был закрыт и так далее, и так далее, и так далее. И поэтому сам факт того, что вот Петровский упал, ну, это как бы такое событие. Она говорит, что, ну, неважно, кто уронил этот памятник, будем считать, что я. На самом деле, не надо считать, что она, там был 131 милиционер, и, в общем, они найдут кто. Но Денисенко, который инициировал эту встречу, он до падения успел, в общем-то, ну, покинуть площадь. Он заболел сейчас сегодня, кстати. Ну, вот, и, ну, что пишет Забушка? Она пишет, что, в принципе, Петровский, вот с точки зрения, как бы, украинского народа, это, ну, вариант Плотницкого или Захарченко, ну, вот, просто тех, ну, того времени. Поэтому, как бы, это было действительно реальное зло, но мы питаем иллюзию, что добро побеждает зло. Не обязательно, это может быть и мелкое хулиганство побеждать зло, и популизм, и еще что-то. Но, в общем-то, это зло, оно все-таки рухнуло, оставив только башмаки. А вот что скажет Кальянова, потому что, вот, можно задать интимный вопрос? Тут уже пишет. Уже интимный вопрос. Ты знаешь, человека, вот, на странице нашей написано, Артем Цыганов, через «и» написал. Нет, я первый раз пишу. Он пишет, вы там Кальяновой вопрос задайте, а то ей на месте бывшему памятнику Петровскому хочет, ей на месте хочет стоянку сделать. Видите ли, ей негде парковаться, пешком пусть ездит. Пешком. Что Кальянова расскажет про... На данной прошедшей неделе, вот, с прошлого понедельника, там как раз парковка и образовалась. Я вот была возле этих сапог. И все твои машины, да? И все мои. Все мои. Так ты начальник автопарка? На самом деле, я ужасно, например, удивилась, когда, вот, я услышала о том, что люди в первую очередь озабочены тем, что, вот, какой там памятник поставить, там, сколько там кустов посадить. О том, что там ужасно грязно, не обустроено на этой площади, и там действительно негде парковаться, не потому, что там мне негде парковаться. Там подъехать туда сложно, просто подъехать, отъехать маршруткам тем же, городскому транспорту. Ну, то, что я услышала на этой неделе от представителей городских властей, в частности, Михаил Лысенко озвучил, мне понравилось, я согласна с этим. Элементарный порядок обещают навести. Естественно, там, в луже асфальт никто не будет бросать, сейчас, в данный момент, по крайней мере, до тепла. Но, вот, разумно... До бюджетной сети. Сейчас скажут, что подлизываются кладь, может, чморить должны их, по идее. Ну, еще по чморить. Ну, порядок. Забишиваем Лысенко. Ну, пообещал человек, он в прошлый понедельник здесь был, и пообещал, вот, элементарный порядок навести. Я пока верю, склонна верить. А вообще, вот, вчера меня осенила такая мысль, что сапоги на месте у привокзальной площади, это не так уж плохо, такой символ движения. Лабутен. Может, там сапоги оставить, да? Может быть, пусть они там и стоят. Я в продолжении слов огненной обезьяны в красной кофточке, чтобы закрыть ему, то есть, я настолько, ну, был Петровский, и фиг с ним. То есть, у меня, на самом деле, алиби. Я был в Одессе, когда это оснасили. Вот я вернулся, вышел, и у меня сразу, когда вот на привокзальную площадь, через два дня после этого из Одессы приехал, сразу мы с Мандельштамом стих сочинили. Я вернулся в мой город, знакомо до слез, до прожилок, до детских припухших желез, выхожу из вокзала, Петровского нет. Вандализм, как не стыдно. Ну, здравствуй, Маднепр. У меня был второй вариант. Выхожу из вокзала, Петровский, ты где? Говорят, в исторической Караганде. Было бы вообще, он просто там подзадержался. Ну, то есть, безусловно, кому-то на этом этапе постоянно то одной части людей, то другой будет больно. Без этого, ну, нет движения. Но в 21 веке обсуждать, то есть, вот когда власть опаздывает и не совершает, или пытается на пятой точке сидеть на двух стульях, все могут говорить, вот такое происходит. Конечно, я тоже бы хотел, чтобы это под музыку Бетховена, чтобы Петровский падая, рассыпался на лепестки белых роз, но этого не сделали. Я предлагаю помянуть Григория Ивановича, ты что-то хочешь мне сказать? Нет, я просто хочу... Я не буду, мне вообще никак. Вот честно, я его не замечала и не страдаю. И что, ведь эта же вещь немножко глубже, это связано с названием города. Но мне кажется, что сейчас там, ну, вся эта социология говорит, что пока еще большинство не готово. Но мне кажется, что как рудимент это все равно отпадет, вот этот хвост у первобытного человека и останется деда. Да, я хочу видео, чтобы мы посмотрели, причем не с носа, а такое ностальгическое. Значит, вот 76-й год, установка памятника Петровска, когда еще мы это увидим? Мы же забудем. 76-й год, это я выпускник школы, Гарик, насколько я понимаю, выпускник университета, Лена еще, я так понимаю, с ее молодостью еще и в проекте не было в этом. Вот, то есть стилистику этого времени посмотрим. Петровский, которого мы потеряли, до свидания, наш ласковый Гриша. При этом я осознаю, что кому-то больно, ну, что делать? И там площадь, наверняка, красивая, обустроенная, зеленая и чистая. Давайте посмотрим это раритетное видео и простимся уже с этой темой. Давайте. Как у нас к стиле. У дни святкувания 200-речья Днепропетровска тут открыто памятник полумьяному більшовику, соратнику Ленина Григорию Ивановичу Петровскому. Перший секретарь Минскому партии товарищ Бойко открыл урочистый миг. Пів столеття минуло відтоді, як великий промисловий центр країни, названий ім'ям всеукраїнського старости, видатного партійного і державного діяча Григория Ивановича Петровського. У цьому місті на Дніпрі наприкінці минулого столеття більшовик Ленінец Петровський створював перши марксистские гуртки. В 1905 році очолив Катеринославську раду репетничих депутатів. У 1917 році встановлював радянську владу. КОМУНИСТИ СЮЖКРАПОРАВА КОМУНИСТИ СЮЖКРАПОРАВА КОМУНИСТИ СЮЖКРАПОРАВА РЕФОРМАТОРАВА КОМУНИСТИ СЮЖКРАПОРАВ КОМУНИСТИ СЮЖКРАПОРАВА КОМУНИСТИ СЮЖКРАПОРА КОМУНИСТИ СЮЖКРАПОРАВА 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 Мне кажется, в ближайшие две недели что-то будет. Что-то будет. Что-то вот что-то будет. То есть, вот один понедельник и следующий понедельник, и что-то уже произойдет. Я думаю, что знает об этом господин Паэт, посол по Соединенным Штатам Америки. Но я хочу смотреть. То есть, интересная вообще ситуация. Голова немножко идет кругом. Но интересно, а как? Достаточно тоскливая ситуация, но прорвемся. То есть, старые министры уходят, но зато... А, старые министры не уходят, но зато остается Каноненко. То есть, эти не уходят, Каноненко, Шокин и вся эта бодяга, Каркаловна. Эти не уходят, эти остаются. Трудно жить в эпоху перемен, когда их нет особенно. Вот Рома Шрайк, наш товарищ, очень известный блогер, обратил внимание и абсолютно с ним согласен. Вот смотрите, раньше, год назад, они бы вот эти все списки министров, всех этих Гончаренко, там прочих, они бы аккуратно маскировали бы какими-то приличными кандидатами, о которых можно потом на вот этот список, который они выдвинули, на последнем этапе отфутболить. Сейчас ощущение, и оно у меня тоже появилось где-то с полгода, что они уже берега действительно потеряли, что они потеряли вот связь. Им пофиг абсолютно, что думают окружающие там, Фейсбук, либералы, консерваторы, Тори, Вики. Программа «Доживем до понедельника». Это было до выхода программы. Теперь уже выпустили «Зверя», это программа «Доживем до понедельника». Ну, премьер отвечает на письма людей в эфире. Выпали из Реала, сварили в собственном соку, дележ потоков, то есть реформаторские риторики, ну. И вот поэтому действительно мы, наша страна остается чемпионом мира по фигурному топтанию. Я назвал вот этот вид спорта. Все равно я считаю, что у Украины есть все условия, чтобы стать демократической, там, процветающей, при нашей еще жизни, европейской страной. Есть все условия, но мы не идем ни на какие условия. Из чего захотели идти на какие-то условия. Женя, когда, когда процветание светит Украине? 2018 год, март, где-то после четырех часов. Понедельник, Женя, после программы «Доживем до понедельника». Посмотрим, кстати, «Доживем до понедельника». Посмотрим. А вот такой у нас, вот такой темпоритм сегодня. Я предлагаю городским событиям. Нет, я просто знаю, время, время эфирное летит очень быстро. Городским событиям. Хотели говорить о очень многих событиях. Ну, я очень коротко. На самом деле, Днепропетровск находится в ожидании. Он ждет, ну, наконец-то, когда уже произойдет сессия горсовета, которую избрали еще там, насколько я помню, насколько я помню, в октябре месяце. Ну, просто, ведь все же знают, что там очень такой сложный расклад сил. То есть, 32 депутата были демократические силы, 32 были, ну, хозяйственники крепкие, и один был мэр. А потом, вот, как-то так сложилось, что один из демократических сил перешел в крепкие хозяйства. Куленко его фамилия, из БПП, да. Да. И, короче говоря... Он сказал, что он любит загида Красного. Ну, не вопрос. А мы сейчас спросим, вот, Гаррика, зачем люди будут голосовать, кстати? Короче говоря, была сессия, все знают, знаменитая, там, в АНД районе, где собралось 33 депутата. Меня не было, не было. В 6 утра. В 6 утра, да. Да, в 6 утра, потому что один из депутатов улетал на Бали. Опа-блока, да, да, на Бали должен был улетать. Вот, и, короче говоря, был избран секретарь, ну, которому... У коровки не Бали, у кого-то не Бали, у Поблока Бали. Которому, ну, как бы, товарищ господин Вилку отдал активы, как в свое время Царев, да, которого в свое время и сажать хотели, а сейчас бизнес, ничего лично. У всех в свое время было. И, короче говоря, сейчас все замерло в ожидании этой сессии знаменитой. Есть три варианта бюджета, насколько мне известно. Один готовит вот команда Бориса Филатова, там, Дмитрий Погребов, да, первый заместитель. Вторую, насколько я понимаю, готовит команда секретаря. Есть еще там небольшая, но гордая фракция самопомощи. Они вроде тоже что-то готовят. Три варианта бюджета, три варианта регламента и три варианта вот структуры всего этого дела. Так что будет очень и очень интересно. Ну, я так понимаю, все будет зависеть от процесса корректировки цифр. Ну, и интересов, скажем так. Ну, как бы у Филатова есть железное право вето, дарованное ему законом. Поэтому посмотрим. Филатов очень непростой персонаж на самом деле. Но у него есть одно качество, которое точно не отнимешь. У него он новый, да? Он новый. Ну, в смысле, как чиновник. Да, как чиновник он новый. И тут уже, ну, вот бессмысленно же там говорить, что чтобы новый день не приходил. Он все равно же приходит. Он может быть хуже, чем сегодня. Поэтому он с кучей людей успел перессориться, с кем-то перемириться. Поэтому опытные... Да, новый день может быть хуже, чем сегодняшний. Тут от нас зависит. Ну, и когда Борис, ну, он вообще такой человек же очень открытый. Когда он в Фейсбуке пишет, что ему звонило полстраны, то это как бы просто гипербола. Когда он напишет, что ему звонило полпланеты, это уже будет звонок для нас. Ну, с пафосом у нас у Бориса все в порядке. Опять какие-то добрые слова в адрес власти. Да ладно, ну давайте будем, какими мы есть, такими и будем. Гаррика, скажи вот о бюджете, о твоем бюджете. Можно тебе задать вопрос? Это правда, что тебя оштрафовала новая полиция, к моей радости? Как мне сообщили наши друзья. Да. Причем это совершенно... Можешь коротко, насколько ты влетел? Это было совершенно вот как-то неожиданно. Мы когда вот трактовали предыдущий раз, то есть я выполнял свои же журналистские обязанности и попал. Значит, я немножко криот. Как ты умудрился тут припарковаться не так? Я же умею. Ты не криво, а ты припарковался, как обычно. Вот, и когда я вышел, то два молодых симпатичных человека уже достаточно давно меня ждали. Они сказали, что я должен заплатить штраф. Я говорю, может, вот все рассказывают, что вы можете просто повоспитывать и все. Они говорят, нет, нам тут пришел на планшет вот вызов от бдительных людей, поэтому 250 гривен. Они минут 20, наверное, заполняли этот протокол, что, в общем-то, мне кажется, это не очень современно. А потом я потерял этот протокол, свою копию. И когда я позвонил в один телефон, ну, который нашел в интернете, меня послали по другому там, семизначному. Я не ожидал, что это будет такая история целая. Не послали, а направили. Направили, семизначному адресу. А там спросили, откуда вы знаете этот телефон. Тогда я позвонил 102, там меня не спросили, откуда я знаю телефон. И, в общем-то, все-таки через некоторые телодвижения, зайдя на Троицкий, вот этот вот, там, где у них управление, я получил копию протокола и заплатил эти деньги. Да, но тут же круче дела. Полиция, если бы она Гаррика штрафовала, это нормально, это полезно. Я давно ему говорил, то есть я радуюсь, что, наконец-то, это произошло как пассажир. Вот, но полиция милицию начала штрафовать. Вот, давайте посмотрим. Полиция штрафует милицию. Мы дожили до светлого дня. Ну, кто-то же должен. Да, видео. Скажите, вы сейчас составили протокол на сотрудника милиции. За что? Он совершил стоянку и остановку на пешеходном переходе. Это запрещено. Он выписывал на него постановку штраф в размере 255 гривен. Он должен в течение 10 дней его оплатить. Ну, а если в течение 10 дней не оплатит, то штраф будет увеличен вовремя. Нарушители со своим наказанием согласен, и штраф оплатить вовремя. Я хочу сказать, что мы давайте поможем полиции новой. Их, во-первых, мало пока. Они говорят, что... Не мало. Горожане отмечают какое-то большое количество автомобилей. Чтобы покрыть область, им надо 130. А у них сейчас, по-моему, 12 участков, из которых 7 в Днепре. Но патрульная полиция новая, она просит, даже умоляет, стучите. То есть, если вы знаете, где в Днепре находятся бордели, не надо объяснять, что такое казино, там нелегальные игровые автоматы, то можно даже в личку им на Фейсбуке. То есть, вы не знаете, где это... Пусть вам пишут сюда. И последний момент, 28 января, вот с полицией произошел жуткий случай. Экипаж новой полиции, патрульной полиции подъехал к одному из кафе в центральном районе, это бывший Кировский, и какой-то парень бросил им в окно бумажку. И бросился бежать. Когда они развернули бумажку, это было 50 гривен. Его догоняли вместе с оперативной группой, и за что он бросил в них 50 гривен, так и не выяснили. И там коммент интересный под этой новостью, попробовал такое же с таксистом, умчался, походу не получилось. Службы разные. Он хотел посмотреть, возьмут или нет. Я хочу добавить о том, что завтра, вот есть информация, завтра горожанам будут рассказывать о том, как правильно себя вести в ситуации, если вас штрафует милиция, с незаконными парковками. Они будут рассказывать, как они штрафуют, как эвакуируют. В центральной библиотеке патрульная полиция и правозащитники будут проводить такой вот мастер-класс. Завтра это в смысле 9 февраля. Они будут подробно разъяснять, где парковаться, какие парковки действуют, где разрешено, где нет, что делать. В общем, мастер-класс. 18.30, центральная библиотека, я думаю, что интересно послушать. Тем более, что пока положительные такие впечатления вот работают. У меня нет. Нет? Ну ты же согласился со штрафом. Ну я согласился. А смотрите, тут написал Дмитрий Гамм, господа, видели бы вы свои обалдевшие лица, когда вдруг выяснилось, что главное сегодняшнее событие это китайский Новый год. Успехов вам и от души желаю, что переход на другой канал не оказался началом неверного пути по Няковскому, зачеркнуто, шустера. На самом деле это, конечно, не главное событие, но приятное. У нас совсем немного времени остается. Поэтому я предлагаю завершать все-таки о хорошем. Есть у нас хорошее новое? Да, из хорошего могу сказать, что Игорь Валерьевич Коломойский пообещал все-таки заплатить почти миллион евро долгов тренерскому штабу. А мне послышалось полтора миллиона долгов. Тетче говоря, долгов. Испанцев, да. И, в общем, есть вероятность, что Днепр все-таки сохранится. И, может быть, даже будет участвовать. И даже в Еврокубке. Днепр в другой сфере сохранится. Днепр команда в смысле футбольная команда. Почему? Потому что Коломойск, ну, иск его в Стокгольмский суд на миллиард долларов все-таки принял к России. Поэтому есть шансы, что какие-то деньги перепадут и Днепр. На этом канале можно фамилию Коломойский произносить? Я думаю, нет, не страшно. Не, просто я спрашиваю. В течение месяца. Я все равно буду произносить. Он добрый, щедрый человек. Я хочу, есть еще время, я хочу похвастаться все-таки. Это действительно достижение все-таки города, хоть вроде бы считается попса. Лига смеха, вот я только вернулся из Одессы, фестиваль прошел. То есть КВН же умер как империя. Как движение он остался, но как империя он остался по ту сторону, в общем-то, поребрика в своей основной массе, как империя. И Лига смеха достаточно успешной был первый сезон. И вот сейчас в Одессе я был там редактором. Это проект каналы 1 плюс 1 и 95 квартал. И есть региональные лиги в Пятиградах. Киев, Харьков, Одесса. И в том числе Днепропетровск. И наша Днепровская лига успешнее других, вообще всех остальных лиг выступила. То есть 7 команд из 8, второй тур, 4 команды гала-концерт, 3 из них взяты в телесезон. И у них звездные тренеры. Там же Николай, там звездные тренеры. Вот коллежанки Львив, команда Оля Полякова, певица. Там команда Лукас, наш чемпион, Игорь Ласточник. И наша Днепропетровская команда, которую стоит поддержать. Вот посмотрите на эту фотографию, конечно же, их стоит поддержать. Конечно, стоит очень красиво. Эта команда называется модельное агентство 180 и выше. Она наибольшим успехом. Они еще были смешные, вот в чем дело. Их Потап взял, вырвал в борьбе, их тренирует Потап. Им нужна, возможно, будет помощь, какая-то финансовая помощь. Они взяты в телесезон на телеканале «1 плюс 1». То есть ты сейчас будешь деньги собирать? Да, есть кому-то. Призываешь собирать деньги? Нет, я просто действительно душа тянется к классике. Желающим помочь этим девушкам. Говори, расчетный счет какой-то быстрый. Душа тянется к классике, к джазу. Понятно, но это очень важно. Имиджевая действительно часть Днепропетровска представлена. И есть кому помогать. И не только в этих ногах. Они действительно классные, там и смешные. Это на данный момент успешный проект. И хочется, чтобы он не завял. Потому что все приходящее. Ну что, все хорошие новости на сегодня получаются. Не, их много, но у нас мало времени. Ну, было очень много и смешного такого, и бытово смешного на этой неделе. А вот у меня на гаджете, например, 18 часов 58 минут. Куда уходит, кто ворует наше эфирное время? То есть мы, получается, что в эфире 28 минут. Ты неправильно рассчитал. Я тебе после эфира расскажу все потом. А, то есть вы там налево гоняете какой-то трафик? Конечно, время поддаем как много. Мы, как всегда, бесплатно с Гельфером приходим. Ладно, а сейчас камера выключена. Камера еще работает. Я думаю, что время заканчивать. Спасибо. Я надеюсь, для Корбана выключат камеру сегодня. Кстати, как там закончилось? Вот когда мы садились в эфир, заседание еще шло пока еще. Заседание по делу Корбана. Доживем до следующего понедельника. Обязательно. Обязательно увидимся. Притираемся потихоньку. С дебютом. Да, мы с дебютом хотим красную нашу, чуть не сказал, нашу красную слизь. Шампанка. Да, поздравить. Доживем до понедельника. Доживем до понедельника. Спасибо за внимание нашим зрителям. Оставайтесь на этом канале. До свидания. А мы пойдем. Субтитры сделал DimaTorzok